Музыка Уважаемые товарищи, тема моего выступления будет Ленин и Латвия. С именем Ленина неразрывно связана история возникновения и развития революционного движения Латвии, история борьбы и победы коммунистической партии Латвии. Латвия была одним из наиболее каталистических развитых национальных районов царской России. Рабочее социал-демократическое движение Латвии развивал рассказо-основная часть общероссийского рабочего движения. Ленин в апреле 1900 года прибыл в Латвию, выяснил взгляды латышских революционеров и, будучи удовлетворён их теоретическим познаниям, Ленин обсудил с ним вопрос об издании газеты «Искры». Рижская поездка Ленина положила начало его личным контактам с революционерами Латвии. На формирование пролетарской партии Латвии, как и остальных национальных районов России, оказали большое влияние решение второго съезда РСДРП. Вестой 1904 года в Риге был отпечатан первый номер газеты «Тиня» «Борьба по-русски». В июне 1904 года состоялся первый съезд латышских социал-демократических организаций, на которых Латвийская социал-демократическая рабочая партия представляла один из делегатов. Пролетариат Риги выступил в поддержку нарушения Петербурга, как только стало известно, о кровавых событиях 9 января 1905 года. В годы Первой русской революции социал-демократия Латвия по всем основным вопросам, стратегии и тактике занимала большевистские позиции. На ленинских принципах состоялся объединение ЛСДРП и РСДРП на третьем съезде ЛСДРП в июле 1906 года. В мае 1917 года состоялся съезд латышских стрелков. Представители стрелков признали Ленина подлинным вождем религиозной борьбы, выразителем их чаяни. Как только рабочие латвии узнали о победе вооруженного восстания в Петрограде, совет в неокупированной части латвии стали брать власть в свои руки. Среди пилов участников Октябрьской революции был Петр Стучка, которому в первом правительстве СССР был доверен пост наркома юстиции. Однако предательские действия транспистов отказа заключения мирного договора с немцами прервали переговоры и немцы перешли в наступление. В ноябре 1918 года Советская Россия аннулировала Брестский мирный договор и трудящая Латвия поднялись на борьбу против оккупационного режима. 22 декабря 1918 года Ленин подписал декрет по признанию Советской Латвии. Международный империализм, злейший враг Советов и его пособники латышеские белогвардейцы начали наступление на Латвию и 22 мая 1919 года была включена в состав Красной Армии. Ленин был уверен, что трудящие Латвии рано или поздно добьются восстановления советской власти. Победа социалистической революции в 1940 году обеспечивала трудящейся республике возможность строительства новой жизни. Коммунистическая партия Латвии условий многоплавной экономики республики дворчески использовала основные ленинские принципы новой экономической политики, которые были рассчитаны на преодоление после военной разрутия. Никогда не надо забывать, что международный империализм с начала создания в мире бесклассного социалистического государства сразу же объединился для уничтожения своего магильщика. Гениальность ленинской мысли о государстве как инструмента в руках расходящего глаза мы видим на примере реставрации капитализма в Латвии. После происходящего на рубеже 80-90-х годов прошлого века парламентского контроляционного буржуального переворота новая власть национальной буржуазии сделала еще для того, чтобы закрепить свое положение. Одним из первых решений новой власти стало приостановление, а позже прекращение деятельности Коммунистической партии Латвии. Как первый секретарь Коммунистической партии Латвии Рубис был брошен в тюрьму. Таким образом оказался без главы, где организован почти 120-тысячный отряд латвийских коммунистов. А рабочий класс и трог того, как крестьянцы, потеряли свой политический авангард. Следует отметить, что в настоящее время коммунистическая диалога приравнена в Латвии, в фашистской. А юридическая комиссия сейма Латвийской республики готовится к напроведу. О уголовной ответственности, предусматривающей заключение сроком до трех лет за отрицание факта агрессии СССР в сороковом году. Следующим шагом в Ужразии стало умышленное уничтожение крупной промышленности и коллективного сельского хозяйства. Это было условлено необходимостью уничтожения сплоченного, организованного промышленного пролетариата. А также для разворовывания общенационального достояния. Одним из сильнейших ударов в Ужразии для закрепления своего господства было лишение избирательных прав сотни тысяч жителей республики. Первоначальный лозунг «Латвия – наш общий чон» под вывиской шавычкой, в котором был проведен референдум о независимости Латвии, сменился чудовищным попиранием прав огромной части населения страны. В русскоговорящее население, большую часть которого составляли именно промышленные рабочие, десятилетиями трудившиеся на благо республики, в основном, жившие после Великой Отечественной войны, были объявлены оккупантами. Эта часть населения сразу после референдума о независимости была лишена гражданства СССР, а латвийская им не присвоена. В настоящее время в Латвии проживает более 300 тысяч человек и граждан, лишенных многих прав, с чего насчитывается 82 различия в правах граждан и неграждан в Латвии. Таким образом, власть в буржуазии обеспечила себе возможность строить буржуазное этническое государство. Без всяких дискуссий был введен один государственный язык латышский. Обучение русских школ применяется в пропорции 60% латышской, 40% русской. Уже подготовлен закон, согласно которому с 2018 года, Латвия планирует перейти только на латышский язык, о чем будет русская школа на латышском языке. Последние события на Украине, где сошлись интересы двух и террористических держав, нашли свое прямое отражение и в латвии. И теперь, несмотря на пропаганду, так называемую «демократические ценности», в кавычках, буржуазия продолжает осуществлять жесткую диктатуру, пресекая всякое инакомыслие. В замалчивости всяческий суд скрывается фашистская составляющая украинских событий. Молодчики безнаказанности, совершающие свои преступления на всей территории Украины, представляются «борцами» за демократию и евроинтеграцией. А вооруженные отряды самообороны всеми сильными сохраняемой. Для подавления всякой инакомыслии на территории Латвии прекращена канала РТР и идет речь о закрытии Первого Балтийского канала. Под шумо-натолитической истерии о событиях на управлении буржуазная провинция обратилась к нам с прозволью создать военную базу неподалеку от Риги и военно-морскую базу в Лепое. И усилий патрулирования военных самолетов НАТО, патрулировали четыре самолета, сейчас будет 12. Это происходит под официальным призывом сделать все для сохранения демократических ценностей в кавычках, а на самом деле для вкорбления власти цепного пса мирового империализма НАТО. Необходимо отметить, что национальный вопрос является одним из основных, который постоянно разыгрывает буржуазин, для раскола трудящихся. В настоящее время в Латвии, в семье Латвии заседает откровенно нациалистическая депутатская фракция «Всё для Латвии», составляющая из 12 депутатов. Каждый год, 16 марта, по центру Риги маршируют бывшие легионеры в Афанесества и молодые сторонники. Все легионеры из бюджета Латвии получают по 100 долларов в свои пенсии добавку, а ветераны войны, которые завоевали эту победу, от Латвии ни сантимы, ни фунтлифы не получают. Непримерно разлучен он еще аппарат, аппарат подавления и предупреждения правящего класса. И это несмотря на то, что в Афуре уникальность Латвия находится на 25-м месяце среди 28 стран Европы. У 80% жителей Латвии доход ниже прожиточного минимума. К сожалению, основной формой процесса, как латышей, так и рубежским, является массовый отъезд на заработки за рубеж, в основном в Европу. Товарищи, в этих срубных условиях Саталитическая партия Латвии высравит свою тактику, исходя из ленинских принципов тактических союзов. Благодаря такой тактике СБЛ имеет в семье 3 депутата из 100, а также 4 депутатов из 60 в Риге, правящих в левой позиции. Мы объединялись, объединили социал-демократической партии, согласен председатель Нил Ушаков. На выборы в этот Европарламент соцпартия пойдет одним списком в обладательство Саталитовича Рубиксом. Спасибо за внимание.